Библионочь Это глобальное, масштабное Вот, я думаю, все к нему готовятся, книголюбые И я хочу с вами сегодня тоже подготовиться Потому что, помимо тех книг, которые я просто хочу вам показать, подсказать Еще покажу, что именно я закажу в Библионочь Давайте, наверное, начнем с того, что я хочу в этом году себе купить и где В этот раз я буду отовариваться в Читай-городе Потому что, во-первых, там неплохая скидка 20% в интернет-магазине и 30% в физических магазинах И, во-вторых, я хочу купить себе несколько книг от издательства Азбука Которые там есть И, в принципе, все, что я хочу купить, есть в наличии в Читай-городе Первая книга, которую я хочу заказать, это ежедневник Agile Я очень ждала, когда он выйдет, наконец-то Хотя, по-моему, было какое-то еще издание до этого Но, если честно, я не помню В общем, это ежедневник с определенной системой планирования достижения целей Которая рассчитана на 9 недель Автор этого ежедневника Катерина Ленгольд Надеюсь, я правильно произношу фамилию В общем, она выясняла, какая система планирования будет наиболее эффективной Пришла к выводу, что, например, планировать на год это нецелесообразно Потому что тогда мозг не чувствует приближения дедлайна И выяснила, что самый оптимальный срок это 9 недель Но это мы узнаем из аннотации Я думаю, помимо этого срока будет очень много всяких фишечек в этой книге Очень хочу попробовать планировать свою жизнь по этой системе Следующая книга это «Кухня по правилам и без» Это снова нонфикшн про устройство кухни, про готовку, про всякие гаджеты и так далее В общем, насколько я поняла, это такой сборник общей информации, которую должна знать каждая хозяйка И мне бы очень хотелось такой справочник иметь дома, к которому всегда можно обратиться В общем, мне кажется, что это очень полезный такой сборник информации по теме Следующая книга это «Ружья, микробы и сталь» Джареда Даймонда Я совершенно случайно, буквально вчера наткнулась на эту книгу И меня очень захватила ее аннотация Я надеюсь, что это будет что-то на уровне восстания масс Почему? Потому что в последнее время я как никогда подсела на бизнес-молодость Хотя я, естественно, давно знала об их существовании и посматривала какие-то ролики Но в последнее время меня прям проперло по их видосам И Петр Осипов, и Михаил Дашкиев, и Мария Саладар Они политологи по образованию И в частности Осипов очень много говорит о важности вот этого фундаментального образования А так как у меня не было политологии или чего-то подобного в университете Я хочу читать книги по этой теме, чтобы понимать общественные процессы Еще я хочу купить себе две книги Арчибальда Кронина Я все никак не решусь на замок Броуди, если честно Потому что, во-первых, аннотации других книг, которые связаны как-то с профессиями, с призванием и так далее Меня привлекают больше А во-вторых, замок Броуди мне уже как-то приелся само вот это описание Потому что оно все время на слуху, постоянно о нем говорят И хочется чего-то более неизвестного В общем, я хочу купить себе цитадель Потому что мне очень интересна эта тема про молодого врача И так как это, наверное, самая привлекательная для меня книга У Кронина на данный момент Я ее, наверное, в твердой обложке куплю А в мягкой, в азбуке классике Хочу взять ключи царства Потому что тоже тема интересная Но религия это очень такой спорный вопрос Поэтому я немного сомневаюсь Ну и вообще, если честно, эта мания к мягким обложкам меня не отпускает В подтверждение Следующая книга, которую я хочу купить Это «Охотники за головами» Юна Сбе Опять же, после «Снеговика», по-моему «Снеговика» же он написал Огромная шумиха вокруг этого автора И мне хочется познакомиться с ним Но я выбрала именно это произведение Я тоже хочу в мягкой обложке купить книжку В общем, именно на этот роман я обратила свое внимание Потому что увидела хвалебный отзыв на нее У одной из моих любимых блогеров Это не книжный блогер Это Кристина Кейп Она в основном влоги снимает Мне очень нравится ее канал Так что я вам ссылку внизу оставлю В общем, она достаточно часто упоминает Что читает на данный момент И вот, по-моему, в Инстаграме у нее Я увидела «Охотников за головами» А еще она читала роман «Волф» Фауза И я его раньше очень боялась Особенно произносить название Потому что... Ужасное слово В общем, теперь тоже хочу прочитать эту книгу Хотя она огромная и очень сложная, конечно, будет Но там такая аннотация, блин В общем, ладно, об этом попозже Кстати, может быть, я и этот роман тоже закажу Посмотрим Насколько я смогу держать себя в руках И последняя книга, которую я хочу заказать Это «За гранью нервного срыва» Сири Хуствет Сири Хуствет Это женщина, которая написала роман «Что я любил» Который мне достался в книжном флешмобе На Лайфлибе в этом году Я его еще не читала Но я почему-то прониклась Совершенно необъяснимой Но огромной любовью к этой писательнице Когда читала аннотацию той книги Мне кажется, это будет одна из моих самых любимых книг Я очень-очень расстроилась, что ее нет сейчас уже в продаже Что давно ее издавали Вот эту, кстати, книгу, которую я хочу сейчас заказать Она в «Читай городе» продается за 60 рублей И ее осталось мало И я очень надеюсь, что я успею в «Библионочи» ее заказать Вот, в общем Соль в чем? Сири Хуствет столкнулась с нервным срывом С психическими всякими проблемами И в этой книге она расскажет о своем опыте общения с врачами и так далее Как она пыталась выбраться из этого болота На самом деле, это, наверное, самая интересная для меня тема в литературе Я помню, читала Зощенко «Перед восходом солнца», по-моему, да, называется книга Где он рассказывал про свою депрессию Как он пытался выяснить, от чего она появилась Как от нее избавиться Мне кажется, это что-то очень-очень личное Потому что, в принципе, тема всех этих психических заболеваний у нас табуирована И когда человек делится настолько сокровенным Еще когда этот человек всемирно известный писатель Мне кажется, это бесценный опыт И мне очень интересно прочитать, как именно с этими проблемами сталкивалась И справлялась Сири Хуствет Потому что, как уже сказала Почему-то мне прям как-то аж сердце сжимается Когда я про нее думаю, не знаю, что это за химическая связь Вот Ну, в общем, посмотрим Очень хочу прочитать эту книгу И тот роман, что я любил, тоже И еще я очень хочу книгу Себастьяна Фолкса «И пели птицы» Но ее, к сожалению, нет в наличии в интернет-магазине «Читай города» И я поэтому, наверное, в Саратове «Читай город» пойду и поищу там Это все книги, которые я хочу заказать Теперь давайте поговорим о том, что можете заказать вы На самом деле, я просто хочу обратить ваше внимание на какие-то издания Конкретных произведений или книжные серии Которые мне кажутся очень добротными Некоторые из них довольно дорогие И я думаю, что самое время именно в библионочек заказывать Вот Еще я хотела снять видео про жемчужинки моей книжной коллекции Вот сейчас, я думаю, вы львиную долю этих самых жемчужинок увидите Во-первых, хотела бы напомнить вам про существование Бенджамина Лакомба Это мой самый-самый любимый художник Я так мечтаю, ну, почти все книги его собрать Потому что у него, по-моему, есть, например, иллюстрированная Белоснежка Ее уже нигде не достанешь, но и я Белоснежку с детства не люблю Сейчас я вам покажу какие-нибудь иллюстрации Вот «Герба Рефеи» мне кажется вообще самая красивая книга на свете Она невероятно круто издана И здесь есть всякие пасхалочки и так далее В общем, я ее просто обожаю, но ее очень тяжело достать Ее тяжело было достать два года назад, а теперь уж и подавно Но у него есть и другие классные книги «Мадам Баттерфляй», например Я не буду ее раскрывать только, потому что она такая, как, не знаю, как это Как гармошкой, в общем, раскладывается Вот, но очень крутая книга Знаменитый французский художник Бенджамин Лакомб заново пересказывает незабываемую историю «Мадам Баттерфляй» Возвышенная любовная драма оживает на его изумительных полотнах, увлекая нас в загадочную старую Японию с ее традициями и ритуалами На обороте сложенных веером страницы разворачивается изящный 10-метровый фриз, выполненный карандашом и акварелью «10 метров книжки. Это ли несчастье?» В общем, еще он иллюстрировал, например, страшные рассказы от Горална По Не так давно у него вышли «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье», о которой я теперь день и ночь не мечтаю В общем, Лакомб невероятно крутой художник И прям прослеживается в его книгах, насколько он набирается мастерства все больше и больше Поэтому его новых работ я жду с все большим нетерпением Потому что понимаю, что они будут еще круче, чем предыдущие В общем, я влюблена в его книги, поэтому не могла не начать с них Еще хочу показать вам два своих самых-самых любимых комикса от Миф Это, во-первых, «Лиса и заяц» Игоря Олейникова Это такая взрослая интерпретация всем известной сказки Здесь очень крутые, стилизованные, такие мрачные иллюстрации Мне безумно нравится этот комикс И еще один комикс — это «Мане по ту сторону холста» Не знаю, как рассказать вам, насколько сильно я его люблю Потому что здесь просто невероятные иллюстрации Но помимо этого, здесь еще и очень крутой текст Пока я читала этот комикс, у меня при взгляде на каждую иллюстрацию Создавалось впечатление, что это кадр из фильма Правда Потому что вот этот текст, который здесь везде есть Создает впечатление какого-то движения, как мне кажется И плюс к тому, автор как бы выражает эмоции Не просто описывает историю, а выражает эмоции Не стесняется в выражениях и так далее И мне кажется, так как это история про художника, это очень важно Потому что, наверное, художники достаточно эмоциональные люди И мне наплевать на ситуации, которые происходят с их коллегами и так далее Плюс к тому, импрессионизм это мой любимый, хотел сказать, жанр, стиль в живописи И Мане я очень люблю И самая, наверное, любимая часть Это здесь в конце есть его картины В общем, это моя огромная любовь, с которой я очень хотела бы как можно больше людей познакомить Теперь давайте поговорим про книги, которых у меня в наличии нет И над покупкой всех их я задумываюсь Так что, возможно, моя корзина на Читай-городе к 20 апреля лопнет от веса Но об этом мы узнаем чуть позже В общем, первая книга Вообще, давайте сначала поговорим про нон-фикшн Потому что, ну, если честно, это сейчас для меня более интересная тема Потому что художественная литература у меня дома просто завались А во-вторых, очень много интересных новинок выходит Например, вышла книга, ну, я не знаю, правда, как давно, но вроде бы в 2018 году Книга Мэнди Холгейт «Победи свой страх, как избавиться от негативных установок и добиться успеха» Я надеюсь, что эта книга поможет сформировать мышление успешного человека Потому что мне кажется абсолютно очевидным, что вот эти в общепринятом понимании этого слова успешные люди Ведут себя совершенно по-другому Думают совершенно не так, как все остальные люди Это очень странная градация, очень странное разделение, успешные и неуспешные Ну, в общем, все вот эти люди, которых мы видим на экранах телевизоров или на мониторах компьютеров Которые выступают на всяких международных конференциях и так далее Известные бизнесмены, артисты и все такое Мне кажется, они думают совершенно не так, как мы с вами Мне очень бы хотелось узнать, как они думают Мне просто кажется, что все зависит от масштаба личности и все такое Ну, в общем, хочу посмотреть, что Мэнди Холгейт по этому поводу пишет И еще меня очень заинтересовала книга Джен Нинсеру Не знаю, как правильно произносится фамилия Которая называется Ни Сы Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед Почему-то мне кажется, что когда-то эта книга уже выходила и я о ней слышала Потому что там есть еще подпись, что это вроде китайская какая-то мудрость, что-то такое И вот мне кажется, что где-то когда-то она уже мелькала, но могу ошибаться В общем, мне очень нравится название, во-первых У меня заняло очень много времени понять, что оно означает, если честно И можно было заметить, что и первая, и вторая книги Они про то, как победить страх, стать уверенным и так далее На самом деле это то, что мне сейчас больше всего мешает Потому что, причем это никак не связано с какими-то профессиональными навыками А вот именно с тем, как я интерпретирую себя как личность Поэтому мне очень хочется что-то почитать по теме, набраться знаний, каких-то практик, может быть Вот, и теперь давайте про художественную литературу Да, вот я так очень круто сказала, что мне нонфикшен намного интереснее Но все остальные книги, которые я вам сейчас покажу, это уже фикшен Ну да ладно, во-первых, я хотела... не покажу, расскажу Во-первых, я хотела обратить ваше внимание на две серии В которых, я думаю, надежнее всего будет купить какие-то произведения, которые в них изданы Это, во-первых, неоклассика от АСТ У меня в этой серии есть вся королевская рать И это просто божественное издание, серьезно Настолько добротная, такая крутая обложка Именно качество ее, вот физическое качество Очень добротно сделана книга И мне очень нравятся обложки, что они такие стилизованные, но минималистичные В общем, была бы моя воля, я бы всю классику собрала именно в этой серии В этой серии, например, есть «Звук и ярость» Фолкнера, которую, я думаю, многие хотят прочитать До которой я все никак не доползу, но это совершенно другая история И есть, например, еще «На западном фронте без перемен» и «На обратном пути» Ремарка Книга, которую я тоже очень хочу себе заиметь в библиотеку И «Триумфальная арка» там тоже есть Это две, наверное, самые любимые мои книги Ремарка Поэтому я хочу их иметь у себя в библиотеке И если выбирать серию, в которой их покупать, то это однозначно будет неоклассика И вторая серия — это «Иностранная литература», «Большие книги» от Азбуки Невероятно красивая серия, в которой у меня до сих пор стыд-позор Нет ни одной книги В общем, во-первых, меня дико манит обложка произведения «В сторону Сванна» Марселя Пруста Но я очень боюсь читать Пруста в таком молодом возрасте Но обложка потрясающая Книги Кронина в ней издают Там эту же самую цитадель И замок Броуди И памятник крестоносцу Книга, которую мне тоже очень хочется прочесть Потому что там речь идет и про религию, и про живопись Опять же, про путь молодого человека Когда речь идет про поиски призваний и все такое Мне кажется, это каждый раз просто бомба, а не книга И еще одна книга из этой серии, которая прям запала мне в душу Это Кристин, дочь Лавранца Сигрет Унсет Унсет Эта книга, мне кажется, интересная, потому что это Скандинавия Все просто И еще я помню, что у девушки The Book Castle Которую я смотрю, она из Норвегии Она в каком-то видео упоминала эту книгу Как одну из самых лучших в скандинавской литературе Поэтому мне очень хочется ее прочесть Но она такая большая, что мне, опять же, страшновато Вроде бы это все книги, которые я хотела вам показать На самом деле, я могла бы показать больше Взять что-то из прочитанного, сказать Это Мастрит Но я попыталась взять какие-то более универсальные книги Например, я могла бы посоветовать вам Белого Алеандра Джанет Фич Но она достаточно специфична в плане целевой аудитории Поэтому, в общем, я постаралась самые универсальные книги выбрать Надеюсь, вы согласитесь с моим выбором Расскажите мне, что вы будете покупать в Библию Ночь И где? Мне будет очень интересно узнать, какие еще где есть скидки, предложения и все такое В общем, давайте обсуждать Библию Ночь Мне так хочется, чтобы она поскорее настала И потом поскорее забрать заказ Потому что я очень-очень давно, во-первых, не покупала себе книги А во-вторых, это, наверное, заказ, которым я прям полностью довольна Что это именно те книги, которые я хотела бы купить А то мне обычно бывает, я набираю корзину И думаю, ну может быть, вот это не надо А вот это вот все-таки хочется А сейчас прям четко понимаю, чего я хочу Может быть, я расту Не знаю В общем, буду ждать вас в комментариях И большое спасибо вам за внимание Хорошего дня и до встречи